Наша музыка. Наша. У нас в гостях побывал президент фестиваля «Золотая черепаха» Олег Евгеньевич Пантелеев. Золотая черепаха. Захожу я на сайт и обалдеваю. «Золотая черепаха» – фестиваль дикой природы, крупнейшее культурно-эколого-просветительское мероприятие в России, которое не имеет аналогов во всем мире. Я правильно все изложил, да, Олег Евгеньевич? Ну, аналогов нет, действительно, потому что здесь все, здесь и лучшая, на самом деле, я считаю, что лучшая ведущая выставка по дикой природе, по итогам конкурса «Дикой природы» в мире, я не боюсь этого слова сказать. Здесь очень много разных тематических выставок, есть гостевые выставки, прекрасная детская программа, вот все вместе это смещено в огромном здании ЦДХ, и еще целых два кинофестиваля. Я знаю, что со всего мира приезжают фотографы, которые фотографируют дикую природу и привозят лучшие свои фото. Ну, они приезжают тогда, когда они победили, вот надо еще попасть в финал, чтобы приехать. А еще победить надо еще? То есть вы еще не каждого возьмете? Вот, есть интернет у нас, хорошее средство, и они присылают нам свои фотографии в конкурс в фестивале, который ведет Александр Мисков, вот, это директор фестиваля, и они отсылают в конкурс свои фотографии. Всего вот в этом году послали порядка 15 тысяч штук, а вот из них, как видите, отобрали на конкурс всего 163. Ну, во-первых, еще хотелось бы спросить вас, как вы, во-первых, сами докатились до такого фестиваля. Как пришла эта идея, да? И да, каким образом вот от идеи до воплощения все это было? Пришла она таким образом. Пришла она Александру Мискову в голову, значит, что надо посмотреть, почему же BBC проводит конкурс, в Европе походит, есть немецкий конкурс, GDT, в Америке, да везде, в всех странах есть, а в России нет конкурса среди природы. А Александр Мисков это кто? Вот, мой товарищ, мой коллега, мы вместе работаем в этом направлении. Ну, и подумал, или вот так вот вместе уже, что пора у нас в России это создать. Потому что дикой природы у нас хватает, а вот чтобы ее показывать и правильно показывать, в общем-то, таких энтузиастов нет. Мы оказались такими энтузиастами. Сначала открыли на Гоголевском бульваре, первая, 7 лет назад выставка была, это маленько, там тесно, там мало. Но это же трудно, это же надо и деньги найти, и помещение найти, и людей найти, а в нашей стране это не очень любят. Ну, вы знаете, очень много энтузиастов оказалось, очень много людей, кто хотят помогать этому, ну, именно наши. У нас все фотографы сейчас, в самое удачное время начали это делать, потому что все любят фотографировать, все идут фотографировать. Потом мы перешли в новый манеж, и там нам стало тесно. Да вы что, в манеже тесно? Да, и мы ушли тогда в ЦДХ, и вот сейчас в ЦДХ тоже получается, что тесно, потому что жалко людей, люди стоят в почве недолго. Мы всячески стараемся предлагать им чай, даже вот сейчас будет у нас каша, будет там. Да вы что? Да, потому что мы готовимся, что будут штурмовать. Да, они же за искусством пришли. Ну, а пока дойти до искусства, надо постоять и померзнуть на улице. Да, кстати, на голодный желудок искусство не очень разумевается. Да, поэтому каши лишней не будет, ничего, нормально. Ну, кстати, вот я приду на вашу выставку, ну, там съем каши, посмотрю фотографии, но мне, я вот знаю себя, мне захочется взять фотокамеру и тоже пофотографировать животных. Ну, начать наверняка можно там, я не знаю, с птичек или там с кошек, да, домашних. Но есть же какие-то секреты профессии? Есть ли на выставке какие-нибудь краткие курсы в фотографировании живой природы? Во-первых, там мастер-классы у нас постоянно идут. Мы же открылись 18 января еще и, в принципе, распределены на 4 недели. Неделя первая была, неделя птиц, неделя рыб, неделя микромира. И вот сейчас последняя неделя проходит, это неделя зверей. Поэтому выступают специалисты, кто фотографирует, любители, специалисты. У нас 4 зоны презентации, там постоянно идут дискуссии, мастер-классы, рассказывают, показывают все фотографии, рассказывают, как они получились, как это снять. Здесь как раз вот я пока рассказывала, Олег Евгеньевич, я заглянула в программу 7-го, это, заметьте, уже 7-й, Московский международный фестиваль. Значит, есть фото-программа, куда включаются все и мастер-классы, и круглые столы, и семинары. Есть кинопрограмма, лучшие передачи каналов Discovery Animal Planet, и фильмы о природе. Книжная программа, можно купить книги, как я понимаю, посвященные этим. Художественная программа, социальная программа, детская программа и специальная программа. А детская программа что подразумевает? Ну, 15 точек всего работают по детям. В одном месте, допустим, один уровень, там, скворечник сделали. Ну, скворечник не один, это много скворечников. Там материалы есть, все сделали, скворечники, подписали, что это там Ваня Иванов сделал. Потом еще дается возможность, чтобы уехать в парк московский и повесить в этом парке, это будет именной скворечник. Или там кормушки, в другом месте кормушки делают. В третьем месте делают поделки, как утилизировать диски ненужные, вот эти вот CD. Бутылки пластиковые, из них там жирафов делают, крокодилов, все что угодно. А на самом деле это зачем? Ну да, ну, в принципе, вообще жираф, на самом деле, его можно куда-то поставить, он красивый, вот приходите, увидите, что шикарное. Не, ну здорово, особенно у детей же фантазия наборная. Он же, самое главное, тот, кто сделал жирафа из пластиковой бутылки, никогда не будет бросать бутылку... В жирафа. И в жирафа, и в человека, и просто подкус куда-то на улицу. Он не будет мусорить этот человек, этот мальчик, этот ребенок. Потом у нас обучают детей анимации, дает создание... У нас много там воробьев, летают в СДХ, летают воробьи, мы уживаемся, они спокойно могут, мы наблюдаем, что они едят всякие крошки со стола, пьют шампанское даже там по празднику. Воробьи по-шампански. Я сам видел, я сам фотографировал. Сегодня День Святого Валентина отметят, да. Я даю им задание, допустим, дети, помните такое стихотворение? Они не помнят, но было такое стихотворение, где обедал воробей в зоопарке у дверей. Дети, не наливайте воробьям, воробьи на алкоголизм не излечим. И дети делают компьютерную анимацию и посмотрят сами мультфильм, созданный своими руками, нарисованный. Вот этот воробушек прилетает к бегемоту и так далее. В конечном итоге он прилетает к крокодилу, и крокодил его чуть не съедает, но все-таки все заканчивается хорошо. Он улетел изо рта этого крокодила. Слушайте, а если вот у этой выставки какие-то, не знаю, просветительские функции, что там, не знаю, сделать мир лучше, чтобы природу любили, чтобы мусорили меньше и так далее. Береги природу, мать твою. Ну, вот да, в этом духе. Ну, да, вот видите, на нем написано, вам у меня пригласительный, я же вам, кстати, принес. Да, да. Вот приходите, вот в очереди не будете стоять, вот тут пригласительный приходишь. Так что, Паш, кашка тебе не нужна. Кашку вам не дадим, но дадим пригласительный. Вот здесь написано, как раз стартовое мероприятие Года охраны окружающей среды. То есть правительство России, вот это наше мероприятие, мы добились того, что его включило как ведущее мероприятие Года охраны окружающей среды. И с него начался именно этот год. И, ну, мы не просто там, что чему-то просто призываем, и говорящих голов у нас совсем нет. Но на самом деле, например, я считаю, заслуживает большого уважения движение, которое организовал член нашего клуба, член нашего союза фотографов дикой природы Сергей Доля. Скажем, вот у меня даже маечка где-то там есть. Где? Давайте посмотрим. Движение «Блогер против мусора». В каком смысле мусора? А тот мусор, который... Здесь дворники убирают еще как-то в Москве немножко, хотя не совсем хорошо, но убирают. А вы привлекаете интернет-общественность популярную, блогеров типа Сергея Доля, к этому мировой, чтобы они освещали каким-то образом. А он сам, кстати, принимает участие в своей фотографии? А вообще ведущие блогеры, хочу сказать, это фотографы на самом деле. Вы Шпиленка знаете, да, такой вот известный блогер очень, который блог создал и получил свою славу, он получил свою популярность за счет того, что у него с добрым утром с Камчатки. Да вы что? Он уехал на Камчатку, уехал сначала на одну неделю, а потом исчез и прожил там 377 дней. Так бывает с теми, кто на Гуа уезжает. И там взял, вышел в интернет, и каждое утро он фотографировал, там пройдет немножко, увидит писающего медведя, стоя при том. Он его опубликует, этого писающего медведя, и люди интересуются, а что медведи всегда делают так? Оказывается, медведи это сделали с Богом. Жизнь, если бы я увидела писающего медведя, то рядом была бы еще девочка, которая... Гагала. Я лучше в Москве посижу, посмотрю на фотографии. Ну, на самом деле, в Москве много оказалось таких сидящих, кто хочет посмотреть это. И каждое утро он увешивал эту фотографию, и все, и он таким образом прославился. Сейчас он выпустил прекрасную книгу о своем пребывании. Книга идет просто, это бестселлер на расхват. Ну, книга просто, это его странички из его дневника, из его блога. Поэтому вы просто наберете, если слово, шпеленок, он у вас сразу выйдет, шпеленок. Сергей Горшков, только где-то что-то задымится, где-то что-то случится, Сергей уже там. Он толбаченько начал гореть, извергаться. Да. А Сергей уже туда приехал, сразу первым начал его фотографировать, и прекрасные снимки появились по всему свету. Какие смелые ребята. Сергей, скажем, сейчас он уже на Врангеле, по-моему. Да вы что? Нет, это не Доля, это Сергей Горшков. Горшков, да. То есть у нас ребята такие мобильные, все ведут блоги, на самом деле, раз фотография... Значит, холостые. Просто пишешь, просто пишешь. Я говорю, значит, холостые, раз они такие мобильные. Нет, они... Как раз наоборот, мне кажется. Они, как говорится, где страна, там и жена. А-а-а, это хорошая логика. Ну, они верные, на самом деле они верные. Ну ладно, что вы знаете. Верные родине, верные своему дому. С чего все началось? Первая камера, первые кадры, первые животные или неживотные были у вас на первых снимках? Началось все с Кургана. Так. А что было в Кургане? Я там родился. Логично, значит, все началось с Кургана. И я сначала... Можно я передам, как вот водится на разных передачах? Привет. Конечно. Давайте, Курган, вам привет. Да. Андрей Воронцов там меня вот слышит. Это вы знаете, он транслятор вашего радио. Да. Нашего радио. Нашего радио. Вашего. Вашего радио, да. Вашего, нашего радио. Да. И Андрей Воронцов там организовал это радио. Он много там... И у него есть за облаками, и много-много. Вот я говорю, ему позвонил и сказал, что... А на самом деле он директор счастливый, несчастный случай. Есть такая группа, да? Есть такая несчастный случай. Директор этой группы. Вот. И я его спрашиваю, а что бы ты хотел, чтобы я сказал о тебе, Андрей? Он говорит, я хочу... Скажи, что я хочу, Андрей Воронцов, я хочу, чтобы все люди оставили ружья и взяли с собой фотокамеры. И пошли на войну. Чтобы все животные, и все животные, чтобы остались живыми, здоровыми. Это я говорю зло, потому что у меня в воду ружья не было, да? Вот. Святая идея. А так, ну, фотографировал, да, потом забросил. А какая была первая камера? Ну, смена, наверное, похожа на эту. Да. 8М? Цифер не помню. Цифер, правда, не помню. Это было очень давно. Вот. А потом бросал, потом снова начинал в студенческие годы. А сидели по ночам печатать фотографии? Конечно, с красным светом, с красным и зеленым. А когда цветное пошло с зелеными, кучи фильтров менял, и все-все-все. Все, асята-всящина была. Ну, а потом, когда пошло вот повальное увлечение с цифровыми камерами, вдруг стал тоже фотографировать объектив, большой привесил. А почему вот именно животных вы выбрали? Ни женщин обнаженных, ни там, не знаю, индустриальные пейзажи? Когда я взял цифровую камеру, тема женщин, она не в том смысле, не в меня ушла. Она просто, она была вот подвижена. Ну, уже скрученная тема была, и как бы вот это вот ню, оно уже как горячие пирожки не уходило. Ну, можно одетую женщину сфотографировать. Вот. Женщин тяжело фотографировать, потому что можно получить по мордам. Потому что начнешь ретушировать, не понравится. Фотографировал не так. Поэтому, если я сфотографировал какую-нибудь птичку, я от нее ничего плохого не получу, на самом деле. Мне даже и фотографию не надо показывать. То есть, безопасность, в первую очередь. Прилетает голубок и говорит, я под этим ракурсом слишком толстый. Это смотря как, если ворубушка, да, а если какого-нибудь льва в Африке, например. Что, он приедет из Африки сказать, я в этом ракурсе не достаточной холдой? А случалось ли, когда останавливалась пьенка? Пьенка. Съемка, наверное. Съемка о голой натуре. По независимым от вас причинам. Отменялась съемка. Голой. Какой голый? Я зверей фотографирую. Звери все время ходят голые. Логично. Нет, я останавливалась в том случае. Вот есть такой гугарь, такая птица, которая там такует и призывает свою самку. Вот она ее зовет. Зовет, зовет, щелкает. Но она страшно не любит всяких соперников. И он... А вы соперник? Ну, я для него, видимо, оказался соперник, потому что я полз по земле и фотографировал его этого. И он набросился на меня на спину. Начал мне клевать здесь почему-то в голову. Пришлось закрыться фотокамерой. Тогда он стал клевать в фотофотокамеру. Хорошо, что он понял, что вы соперник, а не самка, которая пришла. Фотокамеру. И он стал клевать меня в руки. Ужас какой. Исклевал. Ну, потом он понял, что меня исклевал в конец. Изобразил на мне... Как это в зоологии называются? Победный танец, наверное. Копуляция называется. Не знаю. Ну, это уже зоологи так говорят. А, понял. На самом деле, это приличное слово. Ну, понятно. Он-то его всегда произносит как неприлично. Ну, изобразил вот это вот, сделал. И спокойно улетел, побежал. А какая была самая экстремальная съемка для вас? Кроме вот этого несчастного случая с Тезеревым или с Глухарем. Глухарем. Вот. Ну, как-то слабого. Самая экстремальная съемка. Особого экстрема не было. Потому что, на самом деле, они добрые все. И там самое главное, не переходи дистанцию. Все фотографы, которые погибли, вот уже говорю как бы серьезно, они переходили дистанцию или фотографировали не в том месте и не в нужное время. А кто круче, получается, наши фотографы или зарубежные? Ну, западные говорят, что мы круче. Мы говорим, что западные круче. Вот такое вот идет, на самом деле, почему-то игра поддавки. Здесь вот был Пол Никлин, это фотограф года, да. Это легенда вообще, на самом деле. Он говорит, что когда я увидел предотбор, вот тот, который проведен был, я понял, что все, мне нужно бросать фотоаппарат и стать слесарем. Вообще, я про Пола Никлина, это отдельная вещь, все-таки расскажу. Сегодня День влюбленных у нас, да? Я расскажу историю. Пол снимал вот морскую леопардиху, да? Это вот пять метров длиной такой тюлень с огромными зубами, с большими, такая страшилища страшная. И он ее фотографировал, потому что она хищная же, помните, там пингвина хватает и все. И она в нее влюбилась, понимаете? Ах, неразделенная страсть. Да, она его стала кормить, она стала ему приносить пингвинов. Пингвины были в шкурках. Она тогда подумала, что он, наверное, не ест со шкуркой. Надо почистить. Она ему стала предлагать уже, видите, там, суши, как бы вот так вот приносила. Но он это не ел. Он пришел домой, а дома бы у нее стоял тюлень, который бы ему варил борщ. Ну, все закончилось очень грустно и печально, когда он уже нафотографировал ее и ушел от нее. Она, видимо, очень сильно скучалась и билась головой. Он говорит, что облет. Ужас какой. А с нами женщинами так бывает. Он бросил ее. Мы же надеемся на любовь, понимаете? А потом бьемся головой. Нет, нет, это на самом деле недопонимание, потому что мужчина, я просто пофотографировать, а вы потом головой облетаете. А она-то что подумала? Меня интересуют тонкости все-таки вашего искусства, вашей профессии. Ну, спаниели, да, охотничьи собаки, прежде чем пойти на охоту, они изваляются в какой-нибудь, там, я не знаю, да, чтобы от них не пахло собакой, ну, чтобы можно поближе подойти. А как вы, какие тонкости используете, чтобы поближе подойти? Вот вы говорите, нельзя переходить границу, да? За счет и костюма, может быть, какие-то. Да, приблизиться, я не знаю, там. Травку волосы прикручивать. Во-первых, ну, это не профессия у меня, это мое хобби. Ну, хобби, да. Вот, если собачка, извините, в дерьме валяется, то мы это обрызгиваем себя мочой. Зачем? Чтобы запаха. Ну, искусственно, синтетическое, чтобы не было запаха, понимаете? Я знаю, что подарить себе 145-й бибролей, это новая деколон. Но самое главное, вы знаете, что у животных свойственное? Вот животное, самец, он любит нюхать, пардон, мочу самочки. Понятно. И потом все наоборот. А если вам нужно парочку с фотографией, знаешь, одну половину одним поливаешь, вторую половину другим. Слушайте, господи, я сейчас слушаю вас и думаю, какое счастье, что я увлекаюсь подводной съемкой, мне ничем не нужно обливаться. А ты уже сам вот так, да. Нет, мне ничем обливаться хотя бы не надо. Хорошо, что наши слушатели любят нас по другому признаку. Вообще, приходите, у нас есть мастер-класс, кстати, специально, вот как маскироваться, одевать вот эти вот кикиморы страшные, как прятаться, как, в общем, притвориться, ну, всем на свете. И, в общем, и запахи тоже, в общем, тоже. Мы вас обрызгаем. Спасибо. А что, прекрасно? Зато у тебя будет новый опыт, Паш. Ты же никогда это не пытался делать. Вот в 17-м, например, будет закрытие сайгаки-калмыки. Я знаю, что сайгаки это очень редкие животные. И мужчина, сайгак, когда вот у него гон начинается, извините за слово гон, это в смысле он бежит за... Это хорошее слово. Это хорошее председание слово. Он бежит за самкой. Гон, а потом копуляция. Он догоняет самку. Я уже все понял. Он догоняет самку. Вот после этого самого слова он умирает. Да. Он одноразовый. Да, он одноразовый. Все, он все силы тратит на эту самую копуляцию, поэтому он ложится и говорит, все, я свое дело сделаю. Нет, но копуляция это вообще дело, серьезно. Вообще, знаете, что такое любовь? Вы думаете, что это копуляция сплошная? Ну, расскажите, я вам не знаю. Вы все вот к этому вводите. А любовь это импритинг вообще. Вот у нас говорят, значит, там, встреча двух невростыний, это врачи говорят, да, понятие, а вот с точки зрения вот тех, кто занимается животными, биологов, это импритинг. Импритинг это что значит? А это, значит, запечатлевание. Ой-ой-ой. Вот когда вот цыпленок, он родился, и мама ему что-то сказала, или увидел он эту мамочку, и он в нее влюбился, и все, она для него всегда мамочка, он за ней идет. И так же вот вдруг у тебя что-то сокнуло, и ты запечатлел кого-то, и она для тебя все. И все говорят, что он козел, а ты ничего не можешь с собой сделать. Да, и ты не можешь ничего делать. Ты так и остаешься козлом, а за тобой идут, 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 идут. Вот это и есть импритинг. Теперь я понимаю, за что нас козловы все-таки стольюбят. Ребят, у нас, к сожалению, время подходит к концу. Давайте пригласим, скажем, где еще раз. Еще раз говорим. Крупнейшее культурное эколого-просветительское мероприятие в России, не имеющее аналогов в мире, «Золотая черепаха», фестиваль дикой природы, пока проходит в Москве до 17 февраля ЦДХ. Потом отправляется по России и по всему миру. Едет в Питер, да, с 19 февраля. Да, 19 уже откроется в Питере. А когда в Париж-то едем? Мы с вами когда в Париж едем? В Париж, это Елисейские поля будет прямо на улице, будет она выставлена. Прекрасно. А то летом надо, летом. Олег Евгеньевич Пантелеев у нас сегодня был, президент фестиваля дикой природы «Золотая черепаха», с которым мы едем в Париж этим летом. Спасибо вам большое. А пока приходите к нам на фестиваль. Спасибо большое. Всего доброго. Наше.